вы спрашиваете как избавиться от папиллом легко и просто если мы знаем от чего эти папилломы возникли и как их лечить и зачем это я сижу и чищу орехи а не рассказываю вам подробненько о папиллом а затем что орехи очень полезный продукт не входит йод цинк состав орехов да калий магний и не полезны при всех проблемах с кожей с волосами с ногтями при заболевании щитовидной железы а также и самих тоже но еще вот именно сердечно-сосудистых заболеваниях они очень а какая связь какая связь да потому что причина возникновения папиллом я вам скажу от того что организм ослаблен какой-то обитаминоз от чего ослаблен организм то есть какое-то заболевание мы перенесли или болеем да или после операции что я могу добавить от себя не рассказать вас вам о папилломах вы прекрасно все знаете что папилломы это вирусное заболевание и действительно чаще всего мы замечаем папилломы с возрастом наверное думает от того что мы становимся более слабые у нас пониженный иммунитет то есть многие наверное перенесли тоже какую-то определенную операцию петонервные сильные стрессы мы мало гуляем на свежем воздухе то есть ведем нездоровый образ жизни некоторые даты даже еще и курят то есть вот все вот эти накопления конечно ведут к плохой нашей жизни до папилломы могут быть знать вот усыпаны буквально и весь живот и там и под грудью шея мташи это она душевые было видно чтобы она была красивая на том с папиллом и приходится конечно нам думать и прибегаем к разным лечениям в интернете очень много советом я вам скажу что прежде чем использовать совет пользоваться любым советом все-таки необходимо проконсультироваться с врачом обязательно потому что папиллом папиллома будем вышивать папиллома это может быть ну даже как это родинка родинку вот так вот домашних условиях ничем не выведем вот есть совет на мой взгляд он очень опасный совет это когда перевязывают папиллому волосом до или тонкой тонкой ниточкой она усыхает постепенно и отпадает но здесь без вот я вам скажу совета врача такую процедуру делать нельзя потому что вы можете перевязать родинку а к родинке я вам скажу прикасаться даже не надо еще не дай бог перевязывать то есть этот совет ну никак вот я никак не рекомендую и всем говорю что это делать нельзя другие советы допустим хозяйственное мыло не знаю помогает не помогает но советуют говорят что будто выйти папиллом отпадает то есть берут пену там было намного но намыливается обрабатывается эта область это папиллома да и постепенно кожа становится сухая на шелушиться и папилломка может пасть не знаю не могу ничего вам сказать сок алое сок чистотела кто его знает может быть действительно это хорошо через на вот чеснок но чеснок я знаю можно получить ожог от чеснока сока поэтому тоже не рекомендую я вам рекомендую то чем я избавилась от папиллом у меня на шее видите видите меня почти что каждый день шейка у меня чистая папиллом у меня же чаще всего где вот на шее да и на других местах так вот я начала пользоваться цинковой мази но лучше всего есть так и так оно и пишется салицилово цинковая мазь она что делает она отшелушивает подсушивает и действительно это все потихонечку потихонечку исчезает надо начинать тогда когда эти папилломе конечно не такие уже вот там как в розе винограда висят а все-таки вот зарождающим таком периоде да мы там думаешь там это какая-то опрелась или еще что-то особенно под грудью женщина когда большая грудь летом там жара да так вот кстати от боялась и тоже очень хорошо цинковая мазь помогает вот я на всякий случай я хочу сказать что цинковая мазь еще и помогает когда у вас трещины на пятках да трещины бывают вот на пальчике очень такая универсальная дешевая мазь которая можно применять который можно применять мне кажется и не какой-то особой беды не будет единственное что что она тоже подсушивает кожу поэтому нужно я вам сейчас вот расскажу как же ней вот нужно пользоваться действительно вот так вот у меня мазь салициловая и цинковая 10 процента то и другая иногда я смешиваю салициловую с цинковой мазью один к одному но мне больше нравится чисто цинковая мазь она и разлегчает кожу и подсушиваю ее и отшелушивается все вот эти омертвевшие ткани так вот как же я пользуюсь легко и просто открываем баночку набираю небольшое количество цинковой мази но какие должны быть условия руки или руки да но кожа должна быть чистая и сухая никаких компрессор делать не надо нетрудно сейчас найти свою папиллому где-то в закромах тела на там у меня есть но я у нее не покажу но вы же знаете цинковая мазь она и от пигментных пятен тоже очень хорошо помогает сначала наношу на чистую сухую кожу втираю эту мазь движениями легкими движениями делать это лучше всего перед сном сколько раз в день допустим два-три раза в день поначалу потом два раза там допустим искупались утром покупались там нанесли и забыли да лучше всего конечно перед сном на ночь тонким слоем нанесла эту мазь и оставила ничем не нужно накрывать никами пленками ничего можно просто положить чистенькую салфетку чтобы не спать потом допустим подушку или одеяло вот так вот и все и так до утра так подытожим то что я сказала и показала в общем цинковая мазь она принципе очень очень дешевая я вам скажу личной квартире она не бывает потому что как и сами понимаете и пигменты пятна и папилломы и углевая сыпь и дерматиты и трещины и мозоли и что еще такое ванис не сказала за угревую сыпь сказала пятна в общем все это по моему крапивница и все такое становится то есть проблемы с кожей и вот я вам хочу еще знаете капельку такую добавить раньше для определенных работ выдавали окистинка называлась цинквайс порошок такой и вот многие мужчины которые такие были были ушли и вот и у них потеря ноги и вот эта вот какая-то потливость такая или как-то правильно называется опрелась да но она и между пальцами кстати так сейчас вот подумала что если опрелась и там вот подгуди есть у женщин стоит на вооружение так вот этим порошком посыпали между пальчиками потом надевали на стену минут 15 потом мыли ножки и вот это опрелась это неприятный запах и все вот это оно похоже как грибок в принципе еще не грибок но уже такое неприятное ощущение это красное там зуды все остальное оно проходит но конечно не с первой процедуры а так процедуры но так где-то хотя бы недельку нужно это поделать и все и потом люди забывали о том от этой проблеме в общем так я вам все рассказала с вами поделилась а причем тут орехи мейдрида нужно правильно питаться потому что в орехах вы спросили меня вопрос о папилломах да а там же есть цинк здесь цинк не помешает цинк самый хороший такой нужный нам элемент да вообще нужно хорошо питаться нужно нормально что вообще жизнь должна быть нас такая полноценная вести правильный образ жизни не пить не курить гулять на свежем воздухе а за баночки а баночки да я вам хочу что сказать что конечно мазь дальше мне кажется все таки вот мази которые можно использовать долго лучше покупать в баночках таких с одной стороны в тюбиках она как бы лучше да может быть и лучше лучше сохраняется да но выдавить допустим от тюбик до до последнего невозможно и даже вот начинаешь как она загустевать эта мазь и потом проблема то есть нужно разрезать ту тюбик или перекладывать или как то есть одну проблему что она этот тюбик металлический то лучше вот так вот для такой работы повседневной для ты постоянно пользуешься мазью нужно брать такая но это баночка быстро засходуется и покупается новая конечно более долговечная там вот такие вот вот такая разница что я вам сказал да мои дорогие я у вас забрала много времени но зато получила удовольствие от общения с вами и хочу вам пожелать крепкого здоровья будьте счастливы веселы и приятным другом пока